Православие говорит, что духовность человека начинается именно с этого, с познания себя, познания того, кто я есть на самом деле, а не в тех розовых очках, в которых я хожу. Вот, оказывается, кто я! А сознание вот этого, видение того, что действительно, да что же я такое, оказывается, ничего не могу. Внешние дела – это я могу, я могу нищему что-нибудь там подать, построить, если у меня много денег – позолотить крышу собора, построить собор могу, это всё, всё могу. А справиться с одной даже мы слишком не могу. Человек, который действительно примет решение жить по заповедям Божьим, а не просто по церковным установлениям. Ну, Великий Пост, ну да, ну что делать, верно? Да, ну, приходится поститься. Ну, надеюсь, Пасха придёт, уж возмещу всё. Да, вот так. Это я могу. Такая добродетельность, что лучше и не представить даже себе. А духовная эта жизнь здесь совершается? В духе, то есть внутри, в моём уме, в моём сердце. Первые необходимые условия, то есть первый признак, если хотите, первый признак начинающегося, как пишет преподобный Пётр Намаскин, здравия души – первый признак – это видение, наконец-то, своих грехов. Я даже и не замечал этого, да и внимания не обращал. Ну, подумаешь, осудил, ну чушь какая! Да мы всё осуждаем, есть о чём говорить. Поболтать, ну и что из этого? Лукавство лицемерие, ну и что это обычное дело? Даже внимания ничего не обращал. А оказывается, моё болото-то чем наполнено? Ещё раз повторяю. Первый признак начинающегося здравия, то есть некая намёка на духовность – это, наконец, видение, кто я есть на самом деле. И кто ж я есть, кто ж я есть? Пророк Давид восклицает. Аз, есмь, червь, а не человек. Червь, которая в земле ползёт. Вот, оказывается, с чего начинается духовность. И вот до тех пор, пока я не вижу своей грязи, я её и не очищаю. Только увидев её, я обращусь к Богу моему. Господи, не могу я верно! Ты помоги мне! Ты мне помоги! И опыт истории церкви показывает, что каждый человек, искренне обращающийся к Богу, из души какой? Действительно смиренный. Вижу, я не могу, Господи, ты получает помощь Божию. Как получает? По мере, по мере смирения. То есть по мере осознания того, кто я есть на самом деле. Не лицемерные слова – я грешный. А действительно видишь, что я, оказывается, ничего не могу. Вот это начальное смирение, начальное смирение является началом того, что именуется духовностью в человеке. Оно, как видите, с чем сопряжено? С понуждением себя к жизни по заповедям, с понуждением себя к молитве. Какой молитве? Что это такое? Да разве мы не молимся? Игумене Арсения Себрякова, замечательная подвижница, конца 19-го, начала 20-го века, обращаясь к своим сёстрам-монахиням, говорит, «Вас ничего нет христианского! Вы совершенно бездуховные! Ну, Матушка Игумене, удивительно, что вы говорите! Мы посещаем все богослужения! Мы исполняем все правила! Мы исполняем все послушания, которые даёте! Что вы ещё хотите? Слышите? Во что превратить религию можно? Все послушания, все богослужения, всё делаем! Всё делаем! А душа? А что в душе творится? Какая ж молитва правильная? При каком условии только можно назвать то, что мы называем молитвой, на самом деле является молитвой? Святитель Игнатий пишет сам, приводит слова святых, приводит, убеждает, настаивает и говорит, нет молитвы там, где, во-первых, нет внимания к словам молитвы. Нет! Это самообман! Самообман! Слава тебе, Господи, помолился! Ты молился? Да! Ой, как интересно! А не врёшь ли ты, голубчик? Причём себе! Ты молился? Начал, отче наш, два слова сказал, окончил. Чем? Уже улетел в заоблачные высоты. Там, где нет внимания, молитвы нет. Это забыл христианский мир. Но я уже не говорю о западном христианстве. Там уже вообще нет христианства почти. Православные забыли. Где нет внимания, нет молитвы. Более того, Игнатий Бринчанинов пишет, пишет, внимательная, невнимательная молитва, то есть молитва совершаемая без понуждения себя к вниманию, вы понимаете? К вниманию. То есть ушло внимание, опять лови, лови. Молитва совершаемая без понуждения к вниманию, есть оскорбление Бога, есть кощунство. То, что мы рассеиваемся, да, да, ну, смотри, кто ты, так страдай об этом, лови, опять возвращайся, опять ушёл, опять возвращайся. Молитва только тогда совершает у нас, когда мы ловим это внимание, со вниманием только, когда молимся. ты представьте себе, вы придёте к кому угодно, кладыки, придите, пожалуйста, и начните им, что-то вам очень нужное. Так, начните, ваше высокопреосвященство, ой, ой, Васька, а ты чего тут пришёл? А, да, а, да, вот, я пришёл к вам, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он скажет, пошёл ты отсюда вон! Исключите его немедленные семинарии! К Богу не так ли мы обращаемся? Пресвятая Троица, а дальше что? Нет молитвы там, где нет внимания. Он переводит дальше. А если мы сказали слово молитва, значит, это покаяние. Значит, это покаяние. Но больше всего, в чём мы нуждаемся, – это действительно покаяние. Потому что непрерывно живём не так, как следует. Внимание, покаяние, естественно, благоговение, ибо мы стоим перед Богом. Если этого нет, не будем обманывать себя. И поймём теперь ответ на вопрос. Десятки лет хожу в церковь, и я не вижу в себе никаких изменений и исповедуюсь, и причащаюсь, и соборуюсь, и молебны, и панихиды, и записки, и никаких изменений. И не может быть никаких изменений. Никакими молебнами, никакими записками не изменишь ты себя, если не будешь молиться. Ух, какая беда! Подменили молитву этой скорлупой молитвы, формой! Какой ужас! Подменили человека его костюмом! Повесили костюм, говорили, мол, видите, этот человек! И довольны! Слава тебе, Господи! Да, побыл на обеденке! Совесть успокоил! Какой сам обман! Ни о какой духовности не может идти и речь в том человеке, который не упражняется во внимании, который не учится молиться! Ещё раз обращаю внимание на слово «учиться»! Надо же понять, в конце концов, мы не молимся! Надо учиться молиться! Учиться надо! Начать! Вот, всё! Вот, сейчас решили, подумали! Всё! Отныне буду учиться! Как только начинаю молитву читать! Всё! Внимание! Как можно научиться? На длинных молитвах очень сложно! Поэтому он рекомендует, рекомендует упражняться, слышите даже как? Упражняться в молитве! Каким образом? Говорит, нам, отцы, оставили замечательную молитву! Краткую, ёмкую, сильную, исполненную настоящего содержания – молитву Иисусову! Ты хочешь научиться? Начни! Вот возьми, произнеси! Три! Хотел сказать, пять, нет, пять – это слишком много! Ну, хоть три раза! Ну, хоть один раз! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! Целый раз произнёс, и не улетела мысль! Это чудо! А ну-ка, второй раз! А ну-ка, третий! Кто хочет научиться молиться, начни с этого! С этого начни! Хотя бы с малой молитвы! Так же, как любой спортсмен! С чего начинает? Что, сразу сто килограмм поднимает, что ли? Вон, гантельки! Несколько килограммовые! Вот с чего начинает! Аскео – значит, тренируюсь! Аскет – это значит, спортсмен! Компьютер так и переведёт! Это же греческое слово! Только спорт уже какой? Совсем другого характера! Не этот спорт, которым мы занимаемся, который проставляем, даём золотые и прочие медали! Да слон поднимет больше любого тяжеловеса атлета! Гепард пробежит быстрее любого спринтера! Говорят, он до ста километров в час развивает скорость такую! Да любую животину возьмите! Всегда мы найдём такие животины, которые превзойдут человека в одном из видов спорта! И мы прославляем! Подумайте только! А ты-то что? Как человек-то что? Ну, как животное – да! Ой, как ты здорово! Как здорово ты можешь! А как человек? Если не начать учиться молиться, то, то, будет то, что происходит. Поколение за поколением, слой за слоем отходят, отходят люди! Весной появляются листочки, осенью падают и умирают под снегом. Всю жизнь человек проводит, кажется, в церкви. На самом деле, на самом деле, в какой церкви? А бывает он в церкви? Ведь не случайно на исповеди священник читает над каждым христианином, который приходит на исповедь – примири и соедини святей его церкви! Не случайно же это – примири и соедини! Потому что в какой церкви, когда я никогда не молюсь? Надо же запомнить, религии, религии как таковой, нет там, где нет молитвы. Что связывает человека с Богом – это молитва, но не болтология, а молитва. Вот что связывает человека с Богом. Нет молитвы – нет религии. Нет молитвы – нет никакой духовности. Хотя бы человек обладал всеми регалиями – и профессор, и доктор, богословие, и что ещё угодно, и архиереи, и митрополиты, и кто угодно там. Даже Папа Римский, только не говорите, а то обидится. Всё это – это человеческое всё. Это всё человеческое, которое совсем ещё не говорит ни о какой благодати Божьей. Учтите! В самом крещении мы получаем только семечко, а не плоды. Семечко! В священнослужении, рукоположении, получаем семечко. А чтобы плод получить благодатный, для этого нужно, нужно эту землю взрыхлить, поливать. Чем взрыхлить? Трудом покаяния. Чем поливать? Слезами покаяния, молитвой. Только тогда, может быть, это семя возрастёт и даст благодатный плод. Сами по себе таинства – это только семечко, надо же запомнить. То же самое и в браке. Мы венчались. Я говорю, да не венчались вы? Как не венчались? Венчались мы! В Елоховском соборе венчались. Вы венчались мы! Вы красивую церемонию провели! Как же это вы венчались и вдруг всё, уже развелись? Конечно! Какая благодать? Никакой благодати не получили. Вам дали семечко? Это совсем не плод. А что вы с ним сделали, с семечком, с этим? Что вы сделали, с этим семечком? Вы полили? Нет. Вы сорняки убирали? Нет. И что вы хотите? Что? Результат? Открыли египетские пирамиды, и там нашли пшеницу. Три тысячи лет пролежала пшеница там и не дала никакого плода. Слышите? А, оказывается, сами таинства можно принимать без всякого плода. Если нет молитвы, то и соединение с Богом, нашего Духа, о каких плодах можем говорить? Мы, кажется, принимаем все таинства. Все! Кажется! Именно только кажется! Как мы обманываем себя как молитвами, так и принятием таинств. Недаром же апостол Павел написал о таинстве причащения. Тот, кто ест или пьёт недостойно, суд себе ест и пьёт. Оттого многие из вас болеют и умирают. Даже говорит об этом. Слышите? Ещё бы! Помните, как Господь Иисус Христос сказал тому человеку, которому был дан один талант, и он зарыл его в землю? Лицемер! Не надлежало ли тебе употребить его? Слышите, мы принимаем таинства, и что делаем? Не зарываем ли мы и здесь эти драгоценнейшие таланты таинств в землю? Не используя, не делая, не взращивая ничего? Это, я вам скажу, беда! Страшная беда! Получаем такую драгоценность и зарываем в землю! Конечно, молиться с вниманием неизмеримо труднее. Неизмеримо приезжать молитву с вниманием. Без внимания – ой, как хорошо! То есть, тоже скучновато, конечно. Особенно, если длинные молитвы какие-нибудь. Скучно, конечно, ну, никуда не денешься, положено. Ну, побыстрее бы – тра-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота и так далее. Побыстрее главное. И всё! А молиться? О! Молиться – труд! Но должен знать, что человек, который понуждает себя к вниманию и покаянию в молитве, он получит плод! Причём, какой плод мы видим! Какой плод получали все те, кого мы называем преподобными, действительно, людьми, которые стяжали действительно Духа Божьего! Какой плод великий приобретали они в своей душе! Какую радость, какой мир, какое долготерпение, какую любовь, какое смирение, что они приобретали! Действительно становились солнышком в нашей среде! Ну вот, духовная школа когда может быть? Только тогда, когда в ней специально занимаются уроками, практикой настоящей молитвы! Когда приучают, когда объясняют, когда указывают на возможные заблуждения! Потому что и в молитве можно! Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить! И молитву можно рассматривать, знаете, как искание благодатных даров! Ах, ты так молишься? Лучше бы ты и не молился тогда! Если ты ищешь благодатных даров и наслаждения в молитве! Когда человек тонет, заклёбывается, что он ищет? О чём он помнит? О пирах? О наслаждениях? Да? Спасите! Вот она, истинная молитва! А когда человек начинает искать в молитве наслаждений благодатных, он стал на путь порока, путь смерти духовной! Почему и приходится говорить, что духовными школами были монастыри, где учили молиться, где призывали к молитве, к молитве, а не к вычитыванию, где рассматривали богослужение как время молитвы, приучали к молитве. Вот это духовные школы! Но дай Бог, чтобы наши богословские школы имели хотя бы ориентир некий, стремление именно к духовности, чтобы это наше богословие не превратилось в холастику, когда мы всё это запоминаем, заучиваем, а молиться и так и не научимся. Представьте себе, столько лет проучиться и не научиться молиться! О, будет какое позднее раскаяние! Всегда позднее раскаяние самое тяжёлое! Что я сделал? Я потерял столько времени! Невероятное время! И всё впустую! Каким был, таким остался! Ну, что ж, друзья мои, вот что такое, оказывается, мы с вами поговорили о том, что такое духовное, духовное. Дай Бог, чтобы и школы наши были действительно духовными, чтобы всегда находилось у нас времечко. Какое времечко? Сидим ли мы? Стоим ли мы? Лежим ли мы? Идём ли мы? Разговариваем мы? О! Найди минутку! От всей души произнеси молитву, молитву, Иисусову молитву, краткое, произнеси, учись, блажен ты будешь! Ты узнаешь, как много она даёт душе человеческой! Ну, хорошо, спасибо, извините, да, если у вас наверняка, наверное, никаких, наверное, вопросов нет. Правда? Никаких нет? Всё ясно! В первом томе аскетических опытов святителя Игнатия есть там такая глава молитвы Иисусовой. И там есть места, где сказано о удержании ума-сердца, о умно-сердечной молитве. Вот это относится конкретно уже к монашескому житию. Для мирянина он что-то только может оттуда выборочно подчеркнуть из трудов святителя Игнатия? Он, к счастью, говорит и о начале, о началных ступенях молитвы, и о последующих. И он говорит, тот, кто не пройдёт начало, нечем даже и мечтать о последующем. Более того, даже говорит, громадная опасность для человека, когда он сразу возмечтает устремиться к тому, что достигается трудом и потом. Такие вещи, как соединение ума-сердца, это даются только человеку, который, я скажу вам так, как он пишет, я просто объясняю, долгое время трудится, как спортсмен, долго трудится, ведь сразу не станешь силачом, если не будешь тренироваться. Так и здесь долгое время. И по мере этого труда и приобретаемого смирения у него возникает и молитва, помните, какие статьи? Сначала устная или гласная, потом, он говорит, умная, то есть, когда умом произносим мы. Потом, говорит, может быть, умно-сердечная молитва, но вот это соединение ума-сердцем происходит не по воле человека. Это даётся только Богом. И более того, он предупреждает, причём очень серьёзно предупреждает, ни в коем случае не искать, как он пишет, место сердечное. То есть, где тут, чтобы у меня сердце заговорило? Категорически запрещает это. Приводит при этом ссылки на святых отцов. Кстати, прямо, вопреки откровенным рассказам Странника, где он пишет «Ищи место сердечное!» Святитель Игнатий пишет, это Бог даёт, Бог открывает в своё время, когда увидит это полезно для человека, откровенный рассказ Странника «Ищи место сердечное!» Вот вам, кстати, пример, когда мы говорим, что и в молитве тоже нет такого доброго дела, которое нельзя было бы испортить. Прямо противоположное святоотеческому опыту утверждает эта книга. Недаром святитель Феофан, который, кстати, это любопытно для вас, святитель Феофан, Затворник, в 1883 году предпринимает усилия и издаются откровенные рассказы Странника, третье издание. Проходит 10 лет, пишет в рассказы Странника «Не смотри, они могут повестить тебя к прелести!» Увидел! У него шёл... Видите, как у него шёл духовный рост? Сначала прямо одобрял даже, а потом увидел! Ещё бы! Нельзя! Вы же помните, как это... Как? Что такое творится в этих откровенных рассказах? Две недели, две-три недели Старицы говорят «Три тысячи молитв!» Всё, через три... Приходит, всё, отче! Давай теперь шесть тысяч! Ещё проходит две-три недели! Давай двенадцать тысяч! Полное нарушение законов духовной жизни! И вот поразительно! Не знают Игнатия Вринчанинова, не знают святых отцов! Он категорически запрещает это явление! Такие вещи! Категорически! Они приводят к прелести человека, а вовсе не к молитве! И издают всюду! А я вам скажу, для вас будет интересно! Однажды к нам в Академию приезжает один профессор папского института, ну, понтификального, как мы говорим, института из Рима. Ну, не буду о нём говорить, какой интересный, но что он сказал при этом? Выступая перед студентами, преподавателями, что он сказал? Вы знаете, сейчас мы обратили внимание, очень большое внимание, на книгу «Откровенные рассказы странника». мы сейчас её даём во все наши монастыри, потому что она даёт необыкновенный стимул к достижению, к духовным достижениям. Всё понятно! Всё понятно и верно! Ещё бы! Может, со скоростью света достичь таких состояний? Ой-ёй-ёй! Читаешь откровенные рассказы странника? Прямо, моментально! Уже он на небе! Бедные подвижники годами, десятилетиями трудились, а тут сразу три тысячи, через две недели – шесть тысяч, ещё три недели – девятнадцать тысяч! Люди, которые не понимают, то есть, которые никогда не пытались сделать даже десять молитв Иисусовых так, как положено, с вниманием, даже не понимают, что это немыслимо! Но он сам этот странник и пишет «Внимание не обязательно!» Слышите? Не обязательно внимание! Главное – говорить и говорить! Произносить и произносить! И ты достигнешь чего! Вот для вас, для семинаристов, очень важно знать! Есть в индуизме такая мантра джапа, называется, которая заключается в следующем. Человек, индуист, должен произносить как можно больше, без конца, мантры. Мантры – это священные, так сказать, считаются слова, которые связаны с именем какого-то бога, которые подчас даже люди не понимают и нет смысла этих слов. Но что открыли индуисты? Если человек будет это произносить быстро и много, то он скоро достигнет состояния самадхи и блаженства! И вот теперь мы видим, Боже мой, превращает молитву Иисусову в джапа-мантру! Мантра джапа! Произноси как можно больше! Внимание! Не важно! Не важно! Это беда! Насколько мы ушли от святых отцов! Зато католики, ой, как обрадовались! И действительно! Потом, я помню, ездили по Италии, всё, да, в монастырях уже практикуют это, откровенно рассказывают странникам то, что им нужно! Ещё бы! Всего несколько месяцев, и ты уже на высоте! Эти подвижники, эти Макарии Великие, Антоний Великий и прочие бедняжки, они не знали этого! Сколько впустую проводили времени! Годы, десятилетия! Вот так! Так что молитва Иисусова, она имеет несколько ступеней, но избави Бог перескакивать и стремиться искать сразу состояние! Молитва совершаема без внимания, без покаяния, без смирения! Это не молитва! она может убить человека, привести её к прелести, самомнению! И с такими людьми начинаются состояния, ой-ой-ой, какие! Да! Вот так! Можно узнать Ваше отношение к книгам монаха Симеона Афонского? Кого? Симеон Афонский! Песихаз для современников, в том числе борьбы с помыслами, практическое богосозерцание, вот такие книги! Симеон? Да, монах Симеон Афонский, да! Монах Симеон Афонский! Ну, я, может быть, не читал современник, да? Да, я Симеона не читал! Я читал Харалампии, например, Афонского. Во! Он прямо практикует вот это мантра Джапу! Только вместо мантр надо произносить молитву Иисусову! Причём, говорит, надо быстро-быстро! И молодой человек, который пришёл к нему, и который он заставил сразу произнести 14 с половиной тысяч, этот молодой человек не успел сделать ну, сделать 3600 молитв, и уже у него взыгралась и радость, и благодать, и сладость! А когда он сказал об этом Харалампию Афонскому, тот ему, тот не только обрадовался, но ещё сказал, а я тебе покажу ещё больше, ещё больше! Я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых ученик! Ну, представляете! За вдох-выдох! О! Верно! Индусы открыли это давно! Но если это у нас произойдёт такая подмена, это будет ужасно! Мантры как можно быстрее, как можно больше! И вы достигнете состояния... Индусы называют самадхи! У нас скажут – благодать Божия! Так, ещё! Да, пожалуйста! Если очники хоть как-то учат молитвы, то мы, заочники, просто приходим, сдаём экзамены, и вот поэтому вопрос такой – научите, пожалуйста! Вот три вещи, которые лично мне мешают, ну, как мне кажется, правильно молиться. Первое – это церковнославянский, который, ну, в уме приходится переводить, и уже как бы не до... Особенно, когда сложные какие-то вот фразы, обороты, и уже не молишься, а переводишь. Церковнославянский язык, конечно, очень красивый. По сравнению с русским я делаю так. Церковнославянский – это стиль барокко. Русский современный язык – это стиль барокко. Действительно, эстетическая страна, его совершенно очевидно, и многие вещи даже, которые на савянском языке есть, на русский даже просто непереводимы. Даже непереводимы. Вот. Но это неважно. Но, скажу вам, надо бы, моя точка зрения какая? Нужно бы адаптировать текст. Мне жалко утерять эту красоту, но адаптировать надо. Ну, зачем читать вельбуда, вельбуда? Ну, неужели бы сказать верблюда? Ну, почему тут? Зачем? У нас в Академии, например, читают Страстной четверг. Оттого многие... Помните, как это у апостола послание к Оринфянам? Что он пишет, что если кто недостойно причащается, то спят довольны. Так? У нас читают. Умирают. Действительно. Потому что смысл совсем другой. Ещё бы. Спят довольны или умирают? Читают – умирают. Читают – они спят довольны. Так я к чему это говорю? Я примеры. Надо бы адаптировать немножко этот текст, стараться, насколько это возможно. Хотя бы священное писание, хотя бы здесь наиболее. Само же богослужение, чтобы адаптировать, это было бы, конечно, великолепно. Найдите вы такого человека, кто бы мог это сделать, не уничтожая всю красоту славянского языка, сделать его вполне доступным для человека. Этого нужно сделать. Я полностью согласен. Но никто этого не делает. Второе. Второе – это молитва слов. Во-первых, исторически откуда он взялся, кто собрал воедино? Я как-то не нашёл информацию. Почему? Потому что очень красивые молитвы, святыми написанные. Ну, вот, сам понимаешь, что так ты вот не скажешь лучше, чем отцы святые наши. Но вот как-то превращается в вычетку, потому что красивые слова, ну, не твои, чужие, они тебе не может быть. Каждая молитва – это как бы отдельный, вот, отдельно законченный эпизод. То есть начинается, ну, как вступление, обращение, потом там словословие, покаяние, потом закончилось, аминь, а потом опять начинаем заново. Как бы, ну, так в реальном не бывает. Да, я вас понял, да. По-моему, это было сделано сравнительно не так давно. Кажется, где-то в конце 17-го, 17-го, кажется, даже века, когда все молитвы, например, вот перед причастием, Василий Великий читал там одну демолитву, там всего нового богословия. Их взяли, и все просто собрали, и всё. Все взяли и собрали все эти молитвы. И получается такое довольно большое правило, когда человек должен прочитать все эти молитвы. Святые читали вот, по одной, может быть, две, две молитвы. Какой смысл имеют эти молитвы? То, они показывают нам, как мы должны обращаться к Богу, когда мы, когда мы, в частности, собираемся, например, причащаться. Это, так сказать, как правило. Это свое родное правило, как нужно молиться. А уже в отношении количества самого молитв, это дело, конечно, условное. Это дело условное, потому что оно, само по себе, это не есть какой-то безусловный канон, безусловное правило. Вот так. Это сравнительно не так давно, но, в общем-то, несколько сот лет уже, конечно. Но опять мы сталкиваемся с тем же, конечно, вопросом. И я понимаю эту сложность. Вы знаете, что до революции, да ещё, даже ещё я встречал неграмотных совсем людей, ещё встречал. Совсем неграмотных. Не умеет читать. Совсем не умеет читать. И я знаю, что... Вот женщина, например, так ей священник говорил, хорошо, ты не умеешь читать. Так. Но вот вместо молитв, он говорил, вот вместо этих молитв проси столько-то молитв Иисусовых. Проси столько-то. Вот тебе будут эти молитвы. То есть, да, вот... Видите, как компенсация или как замена своего рода. Потому что дело-то в молитве, а не в чтении конкретных слов молитвы. Это требует, да, это требует, конечно, работы. Могу вас утешить. Никогда она не будет сделана. Утешительна вам? Никогда. Никогда никто. Мы занимаемся совсем другими вещами. Вот спорт – это другое дело. Или что-нибудь. Да. У нас есть богослужебная... Я помню, была учреждена молитва ещё при прежнем патриархе, учреждена комиссия богослужебная. Но, насколько мне известно, она ни разу даже не собиралась. Это всё второстепенные вещи. На что вы обращаете внимание? Всё это совсем не на то. Ну, совсем не. Какая-то молитва там и прочее. Отсталый человек. Так, дальше. Следующий вопрос. Это общественные отношения. Потому что, бывает, сам себя говоришь, если бы я сейчас искренне обратился к Богу, то я бы разорвал на себе действительно одежду. Пеплом волосы посыпал, как в покаянии, как пророки делали. Мне бы уже было бы не до моей работы, не до моей семьи, даже не до каких-то церковных послушаний. Я бы не знаю, в чем бы это вылилось. И какой-то страх. Не знаю, понятно я объяснил. Не очень понятно. Но я так подразумеваю. Учтите, у каждого своя мера ревности. Были такие, которые уходили, всё бросали. Но у них были силы. И была непреодолимая реальность. Слышите? Непреодолимая. А у каждого своё. Каждому своя мера. И, избавь Бог, перепрыгнуть эту меру. Потому что сломаться очень легко. Но дуги гнут с терпением, а не вдруг. И поэтому нужно стараться на том поприще, которое я вижу, наиболее разумно я вижу, вот, и свои возможности вижу и свои силы. И нужно здесь делать всё, что можно. Учтите, святитель Игнатий Принчинов писал, «Дело не в монашестве, дело не в монашестве, а в христианстве. Монашество лишь в той степени полезно для человека, в какой оно может привести человека к духовному совершенству». Слышите? Первый в рай кто вошёл? Ну, вот, оказывается, нам, что открыто. Это небывалое явление. Запомните, пожалуйста, ни в одной религии такого не было и нет. что преступник, сказав несколько слов, так и уже ему обещано Царство Божие. Нет этого! Христианство – это потрясающая религия, религия действительно любви. Тот, кто искренне кается, искренне молится, он будет спасён. Совсем не потому даже, что он там сделает. Искренность нужна перед Богом. А кто будет выше? Ой, как трудно сказать! Притчу помните о делателях? Одни утром пришли, другие в одиннадцатый час пришли. И что сказал хозяин? Начать расплачиваться с последних. И первый говорит, как? Мы весь день трудились! А вам что, зависть взяла, что ли? Ну, это приточный образ. На самом деле, духовность, уровень духовности определяется даже не количеством подвигов, а мерою смирения. Мера смирения. Вот! То есть, мера осознания того, кто я есть на самом деле, о чём мы сегодня говорили. Вот что даёт человеку благодать! Смиренным даёт благодать Господь! Поэтому здесь уже каждый человек находится в своей мере, и в ней он должен быть, мне кажется. А если когда сможет, Господь устроит и другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!